МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Светикова – артистка мюзиклов «Певица-актриса». Известность ей принесла роль в легендарном мюзикле «Ноттердам де Пари». Пела партию Джульетты в польской и российской версиях мюзиклов «Ромео» и «Джульетта». Исполнила мировые хиты в дуэте с прославленными артистами Тота Кутуньо, «Альбана» Рикардо Польи. Сейчас занимается продвижением нового вокального проекта. Светлана, здравствуйте. Очень приятно, здрасте. Кабаре – культовый мюзикл, и даже говорят, что после него зрителям хочется танцевать. Нет, после этого спектакля я получаю письма, что повышается... Рождаемость? Рождаемость. Правда. Ну, я так открыто скажу, что он, наверное, спектакль сексуальный, мягко говоря. Вот, он провокационный. Очень провокационный. И не всякий зритель, к сожалению, может до конца досидеть. Ну, я говорю уже о зрителях пожилых, потому что здесь поднимается острая тема фашизма, вот, и они неправильно понимают. То есть они трактуют неверно. Когда появляется огромный флаг на сцене свастика, многие не понимают, что мы как раз и рассказываем о том, насколько это было страшно. В последнее время театральные постановки активно критикуются, и очень часто режиссерские идеи трактуются не так. Это эгоцентризм. Я очень просто начала к этому относиться, потому что если на это обращать внимание, можно себя съесть. Особенно, если ты артист, конечно же, безусловно. Светлана, и ваша персона тоже находится под пристальным вниманием? Было когда-то, сейчас уже нет. И я могу сказать, что меня это ни капельки не расстраивает, а днюдь я почему-то чувствую себя по-другому. Я не стремлюсь, как раньше, к славе, и она меня пугает, наверное, больше, чем манит. Вот, и само понятие славы, оно отвратительно для меня лично. Потому что в наше время люди добиваются славы отвратительными способами, это мерзко. И это не имеет отношения к настоящему, к искусству, к таланту, к правде, к истине. Нет. Вот, и если артист все-таки уважает свой, назовем это даром, как бы там ни было, да, даром передавать зрителю то, что, может быть, человек не может себе позволить в обычной жизни ощутить, мы можем и с помощью кино, с помощью театра это увидеть и, ну, прочувствовать. Вот, и если артист уважает свой талант, то он не будет его опускать и перемешивать с грязью. Вот, и я думаю, что если на то воля Божья или судьбы, то артист оставит свой след, если оно нужно. Главное, чтобы это было по-честному. Ну, я грубо выражаюсь немножечко, наверное, но очень уж меня трогает этот вопрос. Потому что мало с кем я могу найти общий язык на эту тему, потому что люди хотят быть в ногу со временем. Я понимаю, что это деньги, но... Зачастую даже не деньги, а эгоцентризм. Это понятно, это и так у нас все понятно, слышите. И я сама сижу и свысока говорю, наверное, то же самое. Сколько вы уже на сцене? Я на сцене почти 30 лет. И, честно говоря, оглядываясь назад, мне иногда жутковато и стыдно за свое поведение периодически. Я знаю, что я была, конечно... Я была классно, молодой силы, было круто, прикольно, но я немножко, да, изменилась, наверное. Сейчас вы знаете, что напомнили? Произведение горького старуха из Иргиль, когда она вспоминает о прожитых годах и о поступках. В общем, есть что вспомнить. Ох, мне столько есть вспомнить. Не хочется даже... Не-не-не-не-не. Ну, слушайте, я очень рада, что моя дорога, мой путь меня, ну, так скажем, да, показала мне как. Я очень рада, что я не осталась в той популярности, которая была, потому что я бы потеряла себя однозначно. Почему? Ну, вы знаете, вот, например, я общаюсь с очень популярными людьми, когда-то моими друзьями, и не вижу в них тех ребят, с которыми было классно. Я вижу восковые фигуры с восковой кожей, с стеклянными глазами. Зачастую, не у всех. Мне не нравится. Я люблю живых людей, очень люблю живых людей, независимых людей. Делают то, что они хотят. То, что говорит, какой-то вот внутренний их голос, сердце. Как угодно можно назвать, богом, и все, что угодно. Но это настоящее, слушайте, это настоящее. Как вы все... Все настолько стало фальшивым. Может быть, это всегда так было. Но сейчас из-за того, что картинка, картинка, социальные сети и так далее, и тому подобное, это стало жизнью. На кого не посмотри, успешные люди, множество фотографий в соцсетях. Ну, конечно, куплены вот эти все подписчики, сотни тысяч как бы поклонников и потом звезды из странных проектов. И это очень, конечно, ну, на мой взгляд, конечно, это странно. И какой-то какой-то дисбаланс пошел. Дисбаланс. У нас вообще никогда не было шоу-бизнеса. А тут сейчас вообще какая-то... Ну, опять же, есть, наверное, другая сторона. Моя Зюля, ты пришел. Есть и другая сторона. Благодаря все-таки интернете появляются талантливые музыканты, их уже становится более заметно. И, ну, конечно, это тоже очень радует. Уже появляется альтернативная сторона. Вот. Я тоже, в частности, занимаюсь сейчас своим новым проектом. Я, признаюсь, я взяла другое имя, дабы просто начать с чистого листа. Да. Это тот проект, где я все делаю сама фактически. Вот. И... Чего захотелось вам, начиная этот проект? Чтобы... Понимаете, в чем дело? Как мне кажется, имя, да, Светланы Светиковой, к сожалению, оно... Оно пыталось продюсироваться. Но такая, какая я есть, я не нравилась ни одному продюсерскому центру. Может, я и нравилась, но они понимали, что я не вхожу в формат. Я не форматный человек. Это удивительно, потому что я считаю, что я очень даже форматная человек. Но мое мнение, оно не должно было звучать. Вот. Ты делаешь именно то, что я тебе сказала. Я не могу так. Я вообще так не могу. Вот сейчас, общаясь с вами, я понимаю, что у вас столько энергии, блеск в глазах. Когда готовилась к этому интервью, просматривала видео, совершенно другого человека представляла. Вот та самая Светлана Светикова, прям какая-то картинка. Да, это картинка. Нужно быть вот такой. Я помню массу скандалов после моих выступлений, потому что я пыталась делать по-своему. Скандалов, потому что звонили с каналов, что он вытворяет. А я ничего не вытворяла, просто добавляла побольше хореографии. И все. И какого-то стиля. У меня были очень мужественные мужчины, но в юбках, например. И был у меня такой номер. Вот, они были такие... А мюзиков сколько было, которые вначале не принимались абсолютно? Ну, не знаю. Я была на Бродвее год назад. И, конечно же, ровно два с половиной часа я... Ну, у меня лились слезы. У меня был страшный стресс. Я очень плакала, потому что я видела на сцене ту самую энергию, с которой я пришла на сцену. И которую потом начали немножко... Ну, да. Ну, тише. Тише, тише. Ну, и потом как-то раз, раз, раз и все. И потом ты выходишь на сцену, тебе стыдно. Стыдно за то, что ты делаешь ровно то, что ты не хочешь. Что ты не хочешь. Ты просто не хочешь. Я не хотела бы... Я не хочу быть сексофильной девочкой на сцене. Мне не нравится. Ну, правда, не нравится. В спектакле, да, окей. Ну, какие-то разные образы. А вот просто априори быть такой калий-минок... Нет. Когда мне предлагали продюсер быть кем-то... Давай мы из них сделаем калий-минок. Давай мы из них сделаем бредни... Она бредни спирс, похожая. Давай бредни спирс мы сделаем. Это обидно, мне кажется. Почему? Вы знаете, я вам так больше скажу. Я помню одну из своих встреч с Пирожским центром. Они попросили меня принести CD-диск с музыкой, которую я люблю. Я постеснялась. Я бы не принесла. Я боялась своего вкуса. Ну, там много чего было разного. В основном это был фанк, ну, музыка. И, конечно же, они крутили у виска. Но через пять лет появились музыканты и стали топовыми в нашей стране. И не только в нашей, благодаря фанку. Получается, вы время опережаете. Ну, вернее... Я не понимаю вообще, зачем нужно упрощать все. Почему нельзя просто... С каким удовольствием, с какой страстью ждала Грэмми в этот раз. Как я плакала, глядя на этих артистов. И снова, и снова. Ну, и поэтому я все-таки, ну, для себя решила, что не буду я врать. Я знаю, что мне больно. Мне очень часто больно. Но надо... Буду терпеть. Буду терпеть и буду делать то, что я считаю нужно. Не буду я форматироваться. Светлана, ну, и, конечно, такой вопрос. Одно дело, актер драматический, а другое, артист мюзикла. Есть ли какие-то табу, которые накладывают профессии? Может быть, как-то особенным образом бережете голос? Да нет, конечно. Меньше думать. Единственное табу. Потому что ничего ни на что не влияет. Я так считаю, потому что я... У меня есть опыт всякого разного. По-моему, ты чем безбашеннее, тем лучше у тебя дела. Нет. Ну, есть какие-то там... Когда у тебя бронхит, трехит, это одно дело. Если ты там заболел сангиной, ты можешь петь легко, бронхитом нет. Там пубертатный период, нужно быть аккуратным. Я тоже это прошла, но я не была аккуратной и приобрела фобии какие-то. Ну, голосовые. А в принципе, в принципе, ну, надо быть просто разумным человеком. Беречь себя, наверное, в какой-то степени. Но когда у меня ангина, я пью ледяную воду, я мороженое. Я стараюсь на, ну, так сказать... Клин к клину. Ну, протест, да, у меня такой. Потому что я думаю, что все-таки болезнь, она больше психосоматична, нежели простудился на ветру. И одним из важных этапов для вас стало участие в «Ледовом мюзикле», так ли это? Ну, Илья, естественно, там появилась моя семья. Вот, и, конечно, для меня Илья прям родной. Я его люблю, очень люблю. И Илюха потрясающий человек, он... Я им восхищаюсь. Я вообще не понимаю, откуда у него столько энергии. Вы не представляете, они работают круглосуточно. Еще после спектакля успевают сыграть в футбол со всей командой, со всеми фигуристами. И еще он утром улетает, где-то ставит еще шоу. Одновременно у него может работать около пяти шоу. Я не понимаю, откуда у него энергия. Я не понимаю. И я ему всегда помогаю, как могу. Ну, с точки зрения там, он же очень привязан сейчас к вокалистам. Стабильно выбирает одних и тех же. Слава богу, мне очень приятно. Вот, очень доверяет. Очень доверяет нашему театру музыкальному, которому мы умудряемся делать в рамках ледового спектакля. Потому что все-таки герои на льду. Надеюсь на долгую дружбу. Светлана, спасибо огромное за такую искреннюю беседу. И, конечно же, желаю вам в любых ситуациях оставаться с собой. Спасибо большое. Это была программа «Арт-интервью». Оставайтесь на телеканале «Кубань-24». «Кубань-24» Продолжение следует...